Всем привет! Сегодня будем лечить фобии деньгами, узнаем о создании банка кожи и всерьез попереживаем за Нью-Йорк. Подробности далее. Ученые из США, Японии и Великобритании предложили подход, который позволяет человеку избавиться от страха без столкновения с неприятным стимулом его вызывающим. Для этого они использовали искусственный интеллект и функциональную магнитно-резонансную томографию. Ученые считают, что их подход может лечь в основу принципиально новых способов избавления от симптомов фобии и лечения посттравматических стрессовых расстройств. Тем не менее, стоит заметить, что количество участников эксперимента было небольшим, поэтому метод должен пройти тщательную проверку. Российские ученые создают банк кожи, которую при пересадке иммунная система пациентов будет воспринимать как свою. Специалисты Федерального медико-биологического агентства разработали технологии искусственного выращивания кожных покровов. Такие препараты востребованы для экстренного лечения ожоговых пациентов. После прохождения клинических испытаний будет создан Федеральный банк кожи, где замороженные материалы могут храниться очень долго. По данным Росстата, в России ежегодно фиксируется около 300 тысяч случаев термических и химических ожогов. Это составляет 7% от всех случаев поверхностных травм. Ученые с Даромского университета прогнозируют усиление и учащение ураганов у северо-восточного побережья США из-за глобального потепления, что может привести к затоплению Нью-Йорка, Вашингтона и других прибрежных американских мегаполисов. Исследования показывают, что ураганная угроза северо-восточному побережью США постоянно растет из-за сдвига ураганов к северу. Этот процесс начался в 19 веке из-за выбросов парниковых газов, вырабатываемых человечеством. И если они продолжатся, то тогда берега США будут посещать все более часто и сильные ураганы, что станет катастрофой для финансовых центров и мегаполисов на северо-востоке страны. Это были самые интересные новости науки на сегодня. Пока!